Налоговые поступления в первую очередь от компаний, работающих официально, вносят свою лепту в бюджеты разных уровней. Обратная ситуация с нелегальным бизнесом. И без соответствующей регистрации часто дела ведут таксисты. Но не всегда законы не нарушают сознательно. Порой причина проста – банальное незнание. Что нужно для того, чтобы заняться частным извозом в Мирненском районе, и почему знающие таксисты все равно продолжают работать в тени, выясняли наши коллеги. Зарабатывают на нелегальных перевозках и не боятся штрафов. Так называемых в народе бомбил в Мирном знают даже инспекторы ГИБДД. В Алмазном крае бомбилы работают не по закону годами и не спешат переходить в легальный сектор бизнеса. Для них проще заплатить штраф в размере 2000 рублей и поехать дальше зарабатывать нелегальным извозом. Законно как? Разве есть законно? Она не оправдывает такси. Здесь. Что делать? Семьи кормить надо. Дети учатся на контракте. С моей стороны неправильно. А почему тогда вы нелегально возите пассажиров? Жизнь приходит. Статус предпринимателя можно получить всего за пять дней. Для этого нужно заплатить в налоговой инспекции госпошлину в размере 160 рублей. В первую очередь, на что нужно обратить внимание, даже если вы не получаете доход от предпринимательской деятельности, у данной категории налогоплательщиков возникает нагрузка в части страховых взносов. Сумма фиксированных платежей на год для всех предпринимателей составляет 27 тысяч в год. Если водитель уже имеет статус индивидуального предпринимателя, то ему остается получить разрешение на перевоз пассажиров. Для этого надо обратиться в многофункциональный центр «Мои документы». Заполняется заявление. Оно рассматривается в 30-дневный срок. И через 30 дней нужно иметь стаж водительский более трех лет. Должна быть машина, которая соответствует определенным требованиям. И человек получает это разрешение. Сегодня в Мирнинском районе около 400 официально зарегистрированных таксистов. Но даже если вызвать машину по номеру диспетчерской службы, никогда не знаешь, имеет ли водитель регистрацию. Ведь такие службы передают заказы частным водителям. И в случае аварии они ответственности не несут. И поэтому нужно сто раз подумать перед тем, как садиться в машину к нелегальным таксистам.